Ну, давайте будем тогда начинать. Ну, я немножко расскажу о себе. В этот бизнес я пришла еще студенткой, и в отличие, наверное, от многих, многие приходили сюда, послушав либо педагоги, психологи, продавцы. Я заканчивала университет агрономически, и по образованию я агроном. Но всегда очень хотела работать именно с косметикой. Я уходила из этого бизнеса, приходила в этот бизнес обратно. И, наверное, решение я приняла, когда я подошла к своему педагогу и спрашивала, ну, на каком бы уровне. Тогда я была на уровне 9%, и мне казалось, что она ниже, чем я. Но я надеюсь, что теперь все хорошо, что видно и слышно, потому что почему-то трансляция прервалась у меня. И когда я увидела своего педагога, и она мне говорит, а я на 15%. Вот в тот момент, наверное, я приняла решение строить бизнес. На тот момент я работала заведующей архивом в отделе образования, я уволилась, и через полгода я открыла звание директора. Увольнялась на уровне 12%. Было ли тяжело? Было. Но не помню, кто-то когда-то сказал, на любой работе, где бы вы ни работали, самое главное – быть профессионалом. Быть профессионалом во всем. Самое главное – это ваши отличные отношения, которые вы выстраиваетесь, находясь на любой работе. И именно это открывает вам двери во многие организации. Я живу в небольшом городе, у нас нет такого большого разнообразия, как, наверное, во многих больших городах. У нас нет такого количества магазинов, частных магазинов, нет предпринимателей, которые бы продавали хорошую, качественную косметику по доступной цене. И в этом был очень большой плюс, когда я пришла к выводу, что я хотела бы развивать регион. Моя тема именно так и называется, как активно работать в регион. У нас небольшой городок, максимальная численность здесь людей – 10 тысяч человек. Но когда-то мне мой спонсор сказал, что директорская группа – ну, это группа человек 100. И я понимала, что здесь можно расти, я приняла решение расти и строить бизнес именно в регионах. Какие плюсы есть и преимущества работы в регионах? Ну, во-первых, это удаленность от районных центров. То есть если в маленьком городе, в таком, как Свислач, у нас нет широкого выбора, то в близлежащих поселках, деревнях этого тем более нет. И это был большой плюс. Соответственно, нет широкого выбора. То есть если, например, в Свислаче будут какие-то магазины, там, «Магия», «Дискаунтер» от «Острова чистоты», есть какой-то частный магазин, то в деревне есть один магазин, например, «Райпо». И в основном вот этих родных куток, даже если в больших городах, посмотрите, как правило, это идут продуктовые магазины, и где буквально, наверное, одна секция отведена под промышленные товары. И что там есть? Три шампуня, мыло, мыло хозяйственное, товары для ухода за домом. И как такового выбора нет. Широкий выбор в каталоге – это очень огромный плюс. Очень огромный плюс, огромное количество скидок в каталоге. Трансляция почему-то прерывается. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно и слышно. Спасибо, Олеся. Аня, спасибо. Спасибо, Елена. Значит, мы будем продолжать. Смотрите, стоимость продукции. Возьмем цены, например, вот я сравнивала ради интереса, даже если взять текущий каталог, который у нас завтра заканчивается, дезодорант. Во-первых, в магазинах «Райпо» дезодорантов в принципе нет. Нету нормального мыла, больше пользуются хозяйственным. У нас, согласитесь, отличное мыло, у нас отличный спрос. И у меня есть человек, который 100 баллов в каждый каталог делает просто, заказывая 100 кусков разного мыла. Соответственно, пены для бритья не найти. Мужских туалетных вод, как таковых, нет. Хорошо, если вы на полках найдете 2-3 одеколона «Саша», «Шарм» или еще там какие-нибудь советских времен. Соответственно, что людям брать? Когда вы приезжаете, когда вы привозите им каталог, и они видят широкий выбор нашего ассортимента, соответственно, они делают заказы у нас. Какой плюс еще? Человеку не надо ехать за 50-60 километров, если, например, мы берем Корность, Ханевичи, Порозова. А билет на сегодняшний момент – это от 5 до 6 рублей. За эти деньги они могут себе приобрести шампунь, гель для душа. А если взять дорогу туда и обратно? Машина на воде не ездит, ее надо заправить. И для человека очень удобно то, что вы приехали, вы показали каталог, вы показали преимущество каталога, вы показали и сделали акцент на определенные скидки. И я вам скажу даже больше, мы не работаем с тремя-четырьмя продуктами. Мы работаем со всем каталогом. Мы делаем именно, когда мы делаем презентацию, мы презентуем полностью весь каталог. Что еще очень хорошо? Смотрите, когда мы едем, например, в организацию, помните, когда я вам говорила, что самое главное, на какой бы работе вы ни работали, становиться профессионалом. Не важно, нравится вам работа, не нравится вам работа. Арифлэм для меня – это не косметика. Для меня Арифлэм – это бизнес-отношение. И если у вас хорошее отношение, значит, вам открыты двери во все организации. Мне очень нравится общаться именно с директорами. Как правило, на сегодняшний момент абсолютно все организации зарабатывают на бюджетную деятельность. Когда вы приезжаете в какую-то организацию, вы просто идете к руководителю, договариваете с ним о проведении какой-то встречи. Не важно, что это будет у вас – презентация каталога, мастер-класс, либо это встреча возможностей Арифлэм. Вы можете предложить ему за какую-то минимальную сумму провести встречу. То есть вы ему платите аренду, и за эти деньги вам предоставляют либо класс, либо это актовый зал, либо это даже зал столовой, если это, например, школа. Также вы можете предложить просто какой-то минимальный презент, например, какой-то гель для душа, шампунь. За просто так человек ничего не приобретает, но он, может быть, вернее, он приобретает какой-то продукт бесплатно. И при этом он не делает никаких усилий, не прикладывая никаких усилий, у него все так получается. Можно, да, просто подарить водичку, мы тоже так делали, мы дарили хорошие крема. Но я вам скажу, как хорошо это работает. Когда у вас хорошее отношение с руководителем, то вплоть до того, что он вас проведет по всем кабинетам, он сам вас представит. И, что немаловажно, он придет и говорит, вот я заказал то-то, 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 и вот это вот очень хорошего качества. И вы можете, вы обязательно сделаете заказ у этого человека. То есть я этому человеку доверяю. Выстраиваете сразу доверительные отношения. Это тоже немаловажно. Смотрите, какие преимущества у нас есть еще. Есть, конечно, минусы. Минусами у нас, я считаю, что это затрат для работы в регионах. Но если бы вы приняли решение строить бизнес, вы так и так покупаете 25 каталогов. Вы в любом случае. Да, это поездки. Но с самого начала, я не помню даже, наверное, мой на тот момент вышестоящий спонсор, она мне сказала, Света, это твой бизнес. И в любой бизнес надо вкладывать. Минимальные вложения. Но мы каждый платили сам за себя. Когда я начинала, мне говорили, не ездь далеко, потому что поездки – это затратно. И лучше бизнес строить поблизости. Поэтому лучше всего смотреть регионы, которые поближе к вам. Но опять же оценить ситуацию, чтобы в этом регионе, как минимум хотя бы в этой деревне, было пять точек, в которые вы могли бы зайти. К примеру, это школа, сад, магазин, может, какой-то медицинский пункт. Как правило, если это деревня, там есть сельсоветы, там есть конторы сельскохозяйственные, в которых сидят бухгалтера, экономисты, кассиры и так далее. То есть надо просматривать не какую-то забитую деревню, чтобы вы приехали, лишь бы приехали. И желательно работать в тех регионах, где есть почты, потому что если у вас не открыто СПО, и в любом случае вы продумываете и то, что если у вас зарегистрируется человек, как вы будете передавать ему заказ. Сможет ли он встречать заказы, когда вы будете передавать ему их автобусом либо какими-то знакомыми. На почту он приходит в любое удобное для него время. И это очень немаловажно, чтобы человек мог оплатить заказ, в смысле, например, у него нет интернет-банкинга или мобильного банкинга, чтобы он мог оплатить этот заказ через почту. И чтобы он точно так же, вот он получил. Сразу оговаривайте, что заказы, если он получает почты, что он получает через неделю приблизительно после оплаты. Не раньше, это на СПО мы получаем через два, через три дня, а уже если брать почту, то заказы приходят иногда с задержкой. Составить маршрут желательно так же, чтобы вы могли посетить несколько населенных пунктов. Как составляла маршрут я? У меня было несколько больших деревень, например, это было в Корозово. С Корозова я ехала на Новый двор, с Нового двора на Ханевичи, вернее, на Корный, потом на Ханевичи и возвращалась через Вердович. То есть я за один день могла объезжать сразу несколько регионов. Конечно, это огромный плюс, когда у вас есть свой транспорт. Но если у вас нет своего транспорта, значит, в первую очередь, вы посмотрите именно те населенные пункты, где больше точек, куда вы можете зайти. Как хорошо иметь с собой пробники, не только каталоги. Согласитесь, аромат объяснить на руках невозможно. Точно так же, например, мы работаем с кремами. Как мы работаем на регионах, помимо того, что мы презентуем каталоги? В связи с тем, что мы настраиваем отличные доверительные отношения с директорами школ, с заучами школ, с заведующими магазинов, с ФАПов, мы договариваемся о проведении мастер-класса. Для меня это, наверное, самая любимая моя методика работы. Объясню, почему. Я обожаю сама белую косметику. Я просто ее боготворю. У меня может быть минимум декоративной косметики. Минимум. Но я всегда начинаю с лица. И я всегда всем говорю, что самое главное, то, как выглядит ваша кожа. Если ваша кожа не ухоженная, ни один макияж сотреться на ней не будет. Поэтому я беру большое количество ватных дисков, я беру несколько разных серий. И что мне нравится, я делаю индивидуальный подход к каждому человеку. Это, ну, для меня это очень важно. И поверьте, это очень важно и для клиентов. Загласитесь, вот вчера пришел в магазин. Вы приходите в магазин, ну, вряд ли вы увидите возле себя продавца, который вам подойдет и спросит, какой у вас тип кожи? Сколько вам лет? А что бы вы хотели получить от определенного крема? В чем плюс, когда вы приезжаете на регион? Люди не избалованы. В принципе, в городах люди этим не балованы. А в таких маленьких населенных фронтах этого в принципе нет и не было никогда. Они приходят, они берут то, что им нужно. И, ну, у них никто не спрашивает, у них никто не интересуется. Они не то, что даже интересуются. Они, у них никогда этого в жизни не было, они не избалованы, и они не понимают, что может быть как-то по-другому. Вот в этом огромный плюс. Большой плюс то, что им не то, что не надо никуда ехать. Они делают заказы, не отходя от рабочего места. То есть если, например, это перемена, вы заходите просто в учительскую, достаете пробники, достаете каталоги, и вы уже работаете с клиентами. И это огромный плюс. То есть они отвлекаются от своей работы. Это раз. То есть, ну, согласитесь, полистать красивый каталог, где можно что-то потереть, это очень хорошо. Когда у них есть перемены, и ты приезжаешь и говоришь, у меня есть паровая сауна, у меня есть какие-то материалы, и я могу вам подобрать абсолютно бесплатно в серию по уходу за кожей лица. Их ни к чему не обязывает. Но люди видят результат сразу и сразу делают заказ. Мастер-класс, опять же, мы делаем без отрыва от основной работы. То есть мы проводим прямо на рабочем месте. И слава богу, нам как бы пока нам все, все руководители это абсолютно разрешают, нам идут на уступки, сами садятся и сами очень довольны. И потом каждый еще будет ходить, пока делают всем остальным, и приводить своих знакомых. И вплоть до того, что даже люди, которые не находятся на работе, звонят своим знакомым, они приходят в это рабочее место, где мы работаем. И тоже мы проводим для них этот мастер-класс. Соответственно, у нас достаточно хороший заказ. Послепродажное сопровождение. Но для меня это обязательное условие. Во-первых, почему я это делаю? Потому что я живу в маленьком городе, я понимаю, что развиваться я могу только за счет региона. И каждый раз, когда я приезжаю, я не звоню. Я каждый раз, когда я приезжаю, каждый раз спрашиваю, пользуетесь ли вы, нравится, может быть, вы хотели бы что-то поменять. Почему большие объемы продаж? Так как я работаю с белой косметикой, я всегда оговариваю, что у женщины должно быть как минимум два набора по уходу за кожей лица. Один профессиональный, другой попроще. И каждые 28 дней мы это меняем. То есть 28 дней мы пользуемся одной серией, 28 дней пользуемся другой серией. Когда что-то заканчивается, человек автоматически может это заказать. То есть он уже знает, что. Ну, симбиоза с руководителем – это то, что я уже говорила. Это огромный плюс для руководителей – подарок, либо заработать какое-то внебюджетное средство. Поэтому к нам всегда идут на уступки. Почему людям очень нравится работать, и нам нравится работать с ними, и им очень нравится работать с нами? Я никогда не задумывалась, и я вам скажу, что первую такую идею мне подсказала мой консультант Сханевич. Конюк Нина Алексеевна у меня есть такая. Она сказала, Света, я работаю в Арифлейм по той простой причине, что Арифлейм дает 20% дохода с каждой продажи. И ни один банк, когда выложите деньги на вклады, не дает такой процент, который дает Арифлейм. То есть если я продала туалетную воду, я заработала 5 рублей. К примеру, 5 или 6 рублей. А если вы положили деньги в банке, под грубо, например, 10% годовых, или давайте даже возьмем 12% годовых, то со своего вклада вы имеете всего 1%. И это существенная разница. Это разница в 19%, 20% продажи одной туалетной воды или 1% в месяц, если вы положили деньги на вклады в банк. И вот это мышление людей, которые живут в маленьких регионах. Мы никогда об этом не задумывались. Абсолютно никогда. Мы работали, мы продавали, мы, например, что-то покупали за эти деньги для себя. Какой огромный плюс еще есть при работе в регионах? Я всегда это говорю, потому что если у вас нет возможности ездить, и вы собрали заказ, найдите человека, заинтересуйте человека так, чтобы он зарегистрировался. И тогда этого человека, которого вы зарегистрировали, вы на него оформляете сразу же тот заказ, который вы собрали за счет мастер-класса. Да, вы отдадите ему прибыль, но этим вы промотивируете его. Во-вторых, этот человек уже никогда не будет продавать продукцию по дистрибьюторской цене. И это тоже немаловажно, потому что он не будет перебивать цены. Во-первых, вы приехали, вы посторонний человек, и они вас не знают. Цены в каталоге идут в белорусских рублях. И вы, показывая человеку каталог, вы принимаете заказ. Вы просто этот заказ передаете любому, кто делает, кого вы регистрируете. Не важно, кто это. Но заметьте, когда вы работаете с белой косметикой, и даже если вы сделали, к примеру, 5, вы обслужили 5 человек, подобрали им белую косметику, то фактически у вас есть один квалифицированный рак. Это заказ на как минимум 100 баллов. Даже если взять серию Optimals, это просто изумительный метод работы. Я вам скажу честно, вот именно таким образом за полгода я открывала звание директора. Именно таким вот способом я работала только с мастер-классами. У меня было очень много косметики. Во-первых, мне это очень нравилось. Во-вторых, я чувствовала, что я профессионал, я чувствовала, что к моему мнению прислушиваются. И согласитесь, что в Арифлэме для многих это самое главное. Для меня самое главное – это призвание и признание, что меня признают профессионалы. И для меня это действительно очень-очень-очень важно. Моя, наверное, презентация закончилась, поэтому я уже буду рассказывать больше, наверное, от себя. Смотрите, что еще очень важно. Вот, например, на сегодняшний момент, когда у нас коронавирус, связь у нас есть абсолютно везде. На сегодняшний момент я зарегистрировала достаточное количество в регион. И когда-то мне Алиса сказала, Света, бери рекомендации. Вот на сегодняшний момент мы берем рекомендации. Что мы делаем с этими людьми? Вы можете, конечно, сразу рассказать. И есть такие люди, которые сразу раз и начали делать заказы. Сразу. Но есть и такие, которым нужно время. А у меня нет интернета. А у меня неудобно в телефоне посмотреть. И мы перестроились. И я вам расскажу, как мы перестроились. Мы начали брать адреса, не паспортные данные. Мы начали брать адреса и начали по почте отправлять к ополу. На сегодняшний момент один из моих консультантов лежит в больнице. Человек, который, ну, очень тяжелый. Да, она очень любит косметику, арифлейм. Она делает шикарный язык. Но строить бизнес, столкнуть ее просто, ну, проще, я не знаю, в футсоне, наверное, съесть. И она попадает в больницу. И перед выпиской она регистрирует два человека. Отличная акция. Мы набираем спонсорские баллы. И я ей говорю, Лена, пиши мне свой список знакомых. Будем обзванивать. Мы обзваниваем. Естественно, девочка говорит, У нас здесь, в деревне, занимаются арифлеймом все. Мы все это слышим. Абсолютно все с этим сталкиваемся. И чуть ли не в каждом доме у нас есть арифлейм. И у каждого соседка, ума подруга, зарегистрирована в компании арифлейм. Никто брать уже арифлейм не хочет. Но, тем не менее, мы берем, и я звоню девушке и говорю, ну, вот, посмотри, у тебя очень большое количество людей, ты говоришь, пользуются. Но если бы было бы плохо, люди бы в арифлейм не шли. Ты можешь, конечно, сделать заказ через свою соседку, подругу или коллегу, но ты не получишь никаких подарков. То есть, соответственно, кто-то зарабатывает баллы, кто-то проходит стартовую программу, кто-то получает элитные продукты по хорошим скидкам, а ты не имеешь ничего. Да, может быть, тебе продают по своей цене, но это минимум. И она регистрируется. Знаете, что она заявила? Девочки, у которой она регистрировалась. Я зарегистрировалась только потому, что захотела тебе помочь. На что она рассмеялась и говорит, ну, если ты хочешь мне помочь, то сделай заказ на всю свою зарплату. Ну, может быть, ты мне тогда и поможешь. Мы ей выслали каталог. Первоначально она сделала заказ, всего заказ у нее был на 23 балла, сегодня у нее 176. Как работают каталогиумы? Поэтому на сегодняшний момент мы немножко перестроились. В связи с этим коронавирусом, да, понятно, мы не можем, например, никуда выезжать. Хотя для меня, например, работать офлайн – это, ну, в разы лучше. Я не могу работать онлайн. Вообще, в принципе, это не мое, потому что, согласитесь, вы даже и мы создали чат. Я не вижу в чате, кто его читает. Я вижу, что прочитано. А кем прочитано? Все ли прочитали? И я все равно на сегодняшний момент еще не могу перестроиться. Я дополнительно обзваниваю всю свою структуру. Чем же хорошо здесь? Я беру адрес и говорю. Я вышлю тебе каталог, ты получишь его через два дня. Ты покажи его своим знакомым, а я тебе перезвоню. И в результате между первым и последующим звонком у нас проходит три дня. За это время человек получает каталог, переспит с каталогом, покажет его своим коллегам, и он уже автоматически начинает по-другому смотреть на Reflame. Он видит, что у него что-то получается. Адрес незнакомого мы берем, мы звоним по телефону. Здравствуйте, меня зовут Светлана, я менеджер компании Reflame. Хотела бы вам предложить оформить дискомптную карту. И когда мне человек, например, некоторые отвечают сразу, да, я хочу. А некоторые отвечают, ну, я бы подумала. Я говорю, давайте я вам вышлю каталог, чтобы вам было легче думать. И вот мы отправляем каталоги абсолютно всем. Помимо этого, буквально, наверное, на этой неделе компания Reflame сделала очень хорошую рассылку бьюти. И там было, мы сделали вот так, в каталоге, не знаю, видно или не видно. Я пытаюсь как-то так вот. Видите, вот мы тут наклеили наклеечки, я прочитаю вам то, что здесь написано. Работа удалена. Мечтала ли ты когда-нибудь уделять себе гораздо больше времени? Не зависеть от расписания, дней, недели, начальников. Работать из любой точки мира, быть более гибкой и работать на себя. Сейчас лучшее время задуматься о бизнесе, который можно развивать онлайн. В Reflame есть такая возможность для тебя. Ты можешь открыть свое дело, связанное с красотой и здоровьем, без опыта и вложений. Помимо этого, я пишу, попробуй, пишу свой мобильный номер телефона, свою электронную почту и домашний телефон, но в скобочках, опять же, пишу после 18.00. В связи с тем, что так как я еще пожу на основную работу, то после 18.00 я дома, и я могу отвечать на домашние звонки. И заметьте, вот, например, если у меня, я покупаю 25 каталогов, это просто я покупаю. Плюс я покупаю, мне приходит один льготный каталог, и заказы, например, если я где-то кому-то помогаю, либо повышаю активность своей группы, там тоже приходит каталог. Если у меня первые две недели я работаю с каталогами очень активно сама, то последнюю неделю каталога я просматриваю группу и делаю рассылку этих оставшихся каталогов людям, которые давно не размещали заказы. И вот таким вот образом те, которые у меня засыпают, просыпаются. То есть я им отправляю почты. Да, Аня, я поделюсь этим текстом, я потом в Телеграм сфотографирую или просто перепечатаю и отправлю в Телеграм, чтобы все могли видеть. Вот. И вы знаете, это очень хорошо работает. Вы не выкидываете каталоги в муклату. И еще у нас есть такая акция «Подари каталог другу». Я вам объясню, как она у нас проходит. Я даю человеку каталог, и этот каталог, он смотрит в течение трех дней. Если в течение трех дней, я звоню этому человеку и спрашиваю, может быть, ты что-то выбрал? Ну, в принципе, у меня, наверное, все есть. Я начинаю рассказывать на те акценты, согласитесь, что у каждого из нас есть продукты, или вы, по крайней мере, видите, что у вас в первом заказе заказывают больше всего. Сейчас это были интингели, шариковые дезодоранты. И смотрите, вот вы просто делаете акцент именно на те продукты, которые ходовые именно у вас. Те, которые именно вы. согласитесь, те продукты, которые у вас берут, значит, вы с ними работаете немножко не так, как с остальными продуктами. Вы, может, интонация голоса, может быть, манера говорить, может быть, ваши эмоции как-то в голосе проявляются. И вот это все очень хорошо влияет, и человек говорит, ну, наверное, да, наверное, мне нужен дезодорант. Ну, наверное, да, мне не мешала бы там туалетная водичка какая-то более легкая. Если же все-таки у вас это не происходит, тогда я говорю, знаешь, я не буду забирать у тебя каталог, я сделаю тебе подарок, и если ты его посмотрела, и тебе он уже не нужен, ну, просто подари его подруге, соседке, либо коллеге по работе. А в связи с тем, что у нас на этих каталогах уже написаны наши контактные телефоны, и люди видят, и они что-то выберут, они автоматически вам позволят. У меня на сегодняшний момент есть такие консультанты, вот у меня даже на работе просто приходят люди и говорят, Света, ты могла бы зарегистрировать человека в реплее. То есть уже начинается, уже даже не столько я начинаю искать людей, сколько люди начинают искать меня. И я вам скажу, что регистрируются люди не только из-за косметики, люди регистрируются из-за wellness. Вот так у меня и пришла девочка, Степанова Настя, с Гродно, просто у моей коллеги дочка лежала в роддоме, познакомилась с ней, видимо, она когда-то раньше брала, и она регистрировалась сейчас повторно, на данный момент она не берет ничего, кроме wellness. То есть она прошла регистрацию только для того, чтобы брать wellness. Я вам скажу больше. Очень важно, действительно, вот как проводила семинар предыдущая Олеся, быть лицом своего продукта. Вот это очень важно. То, что берете вы, то будут брать окружающие. Я смотрю по своему окружению. Я помню, что когда-то wellness брала только я. Я очень завидовала людям, у которых в структурах wellness брали просто впервые. Понимала, что это продукция, которая, ну, может быть, дорогостоящая для маленького городского поселка либо для маленького города, где люди зарабатывают очень мало, это, ну, достаточно дорого. Фактически, если, например, взять, что у нас зарплаты по 400-500 рублей и взять 200 рублей отдать сразу, например, на wellness life, это было дороговато. Но у меня очень много пошло в последнее время регистрации именно из-за wellness. Когда пошла акция, помните, был внутрикомплекс для волос и ногтей и морской кальций. Когда была акция на последний аксантантин, и очень жалко, что его не было, но было очень важно людей перенаправить на что-то другое. Это было очень важно. На сегодняшний момент, вот даже в том каталоге, когда появился пребиотический напиток, его же никак, у меня, например, его не брал никто, пока его не начала брать я. Я посмотрела семинар, и я пришла как-то на работу, а женщина всегда говорит, у меня так болит кишечник, я просто не могу. И я тут же ей предложила пребиотический наш напиток. Она согласилась. Тут приходит другая и говорит, ой, у меня тоже что-то. Я говорю, ну вот мы с Ольгой Ивановной решили заказать пребиотический напиток. Я даже не рассказывала. Я просто поделилась ссылкой через WhatsApp, я скинула видео, которое было у нас по пребиотику. Она посмотрела, она говорит, Света говорит, знаешь, и мне закажут. На сегодняшний момент у меня есть еще один заказ на пребиотический напиток, это управляющий центром, в котором я работаю, который тоже решил почистить и усилить свое здоровье, почистить кишечник и усилить свой иммунитет. Мы прекрасно знаем, что 70% иммунитета это наш кишечник. Ну вот. Ну и в связи с тем, что не было у нас в этот момент, когда нам надо было акстантантин, мой консультант, один из моих консультантов взял тоже пребиотический напиток, а второй взял два морских кальций. То есть она пропила их первое. И знаете, как она говорит, ну вот поела, а теперь десерт. Таблетка кальция – это десерт. Вот. И на сегодняшний момент, если в том каталоге она брала только для себя, то в этот раз она взяла две упаковки уже для своей дочери, хотя как бы девочке 14 лет, но тем не менее в чате Wellness, может, помните, может, вы обратили внимание, что раньше почему-то БАДы можно было принимать с 14 лет, и я даже хорошо помню, что когда-то был семинар, когда перед нами выступала женщина-фармацепт, и она просто рассказывала о том, что даже если у вашего ребенка плохое настроение, и он подросток, вот у него эти смены, гормональные скачки, просто сделайте коктейль, поставьте на стол и уйдите. Есть просветление какое-то в голове, ребенок успокаивается, и согласитесь, что подростковый возраст в 18 лет у нас еще пока, слава богу, не начинается, он начинается у нас у некоторых в 12, в 13, в 14, вот, поэтому мы немножко пересмотрели возраст, и для своих детей мы, например, такие продукты даем раньше, чем все остальные, ну вот, ну вот, таким вот образом я хотела с вами поделиться о своей работе в регионе. Честно, я не знаю, смогла бы я так развиваться в большом городе, как я развиваюсь в регионе. Да, у нас есть свои минусы, это маленькие заработные платы, которые по сравнению с городом, это, конечно, ну не совсем супер, но, тем не менее, на сегодняшний момент, я вам хочу сказать, мы держим пока товарооборот, мы не опускаем руки, каждый каталог у нас идет регистрацией, каждый каталог у нас одинаковое приблизительно количество квалифицированных рекордов, мы их стараемся делать, какие-то каталоги, по крайней мере, не падать ниже пяти квалифицированных рекрутов, хотя у нас есть, конечно, каталоги, когда мы регистрируем по 17 человек, причем мы не работаем онлайн, мы работаем оффлайн, пускай даже это на телефоне, ну то есть это звонки, это теплый рынок, вот, потому что все-таки онлайн, я не знаю как-то, я горжусь людьми, я преклоняюсь, я готова учиться, у меня есть девочка, которая когда-то была на очень хорошем уровне, и она сделала этот уровень именно онлайн, и очень хочу с ней созвониться и взять просто ее советы, как это делает она, потому что, ну, для меня теплое общение, это когда я общаюсь и вижу реакцию человека, вот для меня это самое главное, онлайн, ну, согласитесь, вы этого не чувствуется, вы не знаете, что у человека в голове, и я вам скажу, есть еще одна очень большая фишка при работе в регионах, помните, когда-то в одной книге писали, что Наполеон сделал свою, ну, наверное, карьеру, или вот построил свою стратегию не там, где он родился, и не там, где он живет, чем хороши регионы, вы приезжаете туда, где вас никто не знает, вы не боитесь людей, вы идете и работаете, и люди вас видят профессионалом, и это очень важно, чтобы люди, я всегда своим новичкам говорю, люди не знают о том, что вы их боитесь, идите и делайте, не так страшно показать каталог, это, ну, для меня это вообще шикарно, и я вам скажу, что когда-то я начинала собирать заказы, я помню, когда у меня было двое маленьких двойняшек, им было буквально, наверное, по два месяца, я приехала и говорю, мама, я зарегистрировалась с компанией, я хочу попробовать, и она говорит, ну, зарегистрировалась, вот дети спят, бери свой каталог, бери пробники, и иди, и я жила тогда в пятиэтажном доме, и я вам честно скажу, у меня коленки тряслись, у меня руки тряслись, но я с пробниками, очень хорошо показать, но я с пробниками, и с каталогами, работала, просто шла, стучалась в двери, предлагала, показывала, вы не поверите, наверное, даже не то, что первый день, буквально за два часа работы, у меня был заказ, на тот момент 3%, это было 200 бонус баллов, и знаете, переполняла гордость, наверное, первые впечатления, такие первые эмоции, которые остаются с тобой на всю жизнь, я смогла папе купить кожаный туфль, студентка, студенткой на третьем курсе, на четвертом курсе, я смогла сама, тем более, что я не получала стипендию, как получали все, потому что я была целевичка, и я целевичкой была от колхоза, и зарплаты на тот момент, зарплаты платили, может, раз в полгода, а иногда эти зарплаты давали продуктами, гречкой, мясом и всем остальным, и я смогла папе купить кожаные туфли. Вот знаете, вот это, наверное, вот это была гордость. Вот это был тот толчок, когда я первый раз почувствовала признание от своей семьи, что я это сделала, и я это сделала сама. То есть я на тот момент еще работала. Наверное, есть такая черта, «А кто, если не я?» Вот очень важно в этом бизнесе не искать оправдания, почему вы не зарегистрировали человека, почему вы не собрали заказ, а кто, если не я? У меня на тот момент было двое детей, и я вам честно скажу, когда я открыла звание директора, это был день, посвященный, день дню матери, и мои дети, это был их первый класс, поздравляли меня со сцены, говорили, «Мама, как хорошо, что ты открыла звание директора». И это прозвучало на весь актовый зал. Когда тебя ценят дети, это, наверное, самая большая награда. И ради этого стоит работать в компании «Ритплей». Вы больше времени уделяете своей семье, а вы более спокойны. Ну, мне кажется, что человек, который делает любимую работу, ну, он самый счастливый. Я живу по принципу, найди ту работу, которая тебе по душе, и можешь всю жизнь работать. Вот для меня это, наверное, самое главное. На сегодняшний момент я очень жалею, что я не могу сделать такой рывок, взять и уйти, потому что в данный момент у меня два студента в третьем курсе, и, помимо этого, еще двое маленьких школьников и дочка в детском саду. И я не могу, наверное, пока на данный момент, хотя на сегодняшний момент я скажу, что на уровне 15% мой доход достигает от 430-500 рублей. Фактически это та же самая зарплата, которую получают люди, но, наверное, на сегодняшний момент свою основную работу я считаю дополнительным доходом, а «Ритплей» я считаю основной своей работой. И я очень хотела бы, чтобы так думали все, потому что бизнес «Ритплей» работает, и коронавирус не коронавирус, а вороты, по крайней мере, у нас не падают. Поэтому и я вам желаю не болеть, пользоваться продукцией «Велнос», продумать, конечно же, ближайшие регионы, чтобы это было не так накладно для вашего кошелька куда-то ехать. Но вот обязательно, конечно, приобрести 25 каталогов, и те каталоги, которые у вас остались, не положить их в коробку и сдать в макулатуру, а даже если это старые каталоги. Я хорошо помню, что когда-то мы работали с промостойкой, и мы раздавали каталоги, которые уже действовали несколько месяцев. 25 каталогов, да, Татьяна, до 25 каталогов, а то и больше. Я беру 25 каталогов просто, и плюс оформляю заказы. У меня есть консультанты, которые, ну, уже достаточно хорошо набили руку, и они могут онлайн, просмотрев каталог, выбрать какие-то продукты и просто их предложить. Вот, но их не каталоги, а просто забирать. Фактически каждый каталогчный период я работаю с 30 каталогами. Это очень важно. И я вам скажу, может быть, конечно, это неправильно, но своим новичкам я каталоги дарю. Первый каталог, по крайней мере, для того, чтобы они смогли активировать свой личный кабинет, я им дарю. Да, ну, Таня, мы с тобой думаем одинаково. Ну, вот. И, может быть, есть какие-то вопросы? Вы задавайте, я на них отвечу. И я поздравляю, Татьяна, что у вас 40 рекрутов. Мы стремимся к вашим результатам, но пока мы не работаем немножко такой методикой, мы не делаем до скорых объявлений, но каталоги работают. Я хорошо помню фразу, каталоги работают даже, когда вы спите. Это действительно... Спасибо, Елена. Ну, если будут какие-то вопросы, вы можете писать в нашем чате, в Телеграм. Марин, я на сегодняшний момент не скажу вам, сколько у меня веток, потому что скажу вам, что у меня, наверное, благодаря тому, что один из моих консультантов, хотя как бы лежит в больнице, но вышел на уровень 6%, регистрируется не пара, не сестер, работа идет пока в том направлении. Ну, я очень... Наверное, у меня две веточки, которые растут. Одна у меня пока растет в Корнаде, это Бурак Татьяна, Романова, вернее, Татьяна на сегодняшний момент, и Голубничий Сергей. Ну, пока у меня две веточки, которые растут. Но я очень надеюсь, что у меня к этому моменту созреет зодщик Лена и подосеп Светлана. Ну, вот это как бы такие сильные лидеры, которые делают хорошие продажи. Это они уже научились делать. Хотя Лена, конечно, это делает продуктами Wellness. Я, кстати, очень горжусь тем, что этот человек нашел себя в этой категории, и очень надеюсь, что она будет регистрировать, строить, регистрировать людей, строить структуру. Как бы в ней этого очень много. Я очень надеюсь на то, что этот человек созреет. Мы не давим, мы ждем. Вот, да, у меня очень большая ширина. На сегодняшний момент у меня 78 человек активных, ну, база активных консультантов 78. В основном это первая линия. Может, еще есть какие-то вопросы? Ну, если вопросов нет, я желаю вам всем здоровья, удачного закрытия каталога, удачного открытия каталога. Вы помните, как Олеся сказала, на начало каталога у нас должно быть не меньше 150 баллов. Поэтому всего-всего вам хорошего. Если будут какие-то вопросы, пишите в личный кабинет или в чате. До свидания.